Всем привет! Меня зовут Ксения и нет времени объяснять. У нас с вами продолжается разгон. Буквально 15 секунд назад у меня закончилось прошлое видео, которое вышло вчера. Вы его уже видели. И давайте скорее же будем открываться, и что у нас из этого всего выйдет. А пока будет идти сделочка, там я уже с вами пообщаюсь. Первое, что надо сделать, это поменять сумму сделки, конечно же. Вот так. Мы идем в all-in. И я думаю, что цена у нас постремится сейчас к диагональному уровню сопротивления. Будем с вами это наблюдать. В принципе, опять же, я очень много сегодня на этом активе торгую. У меня уже кучу анализа просто проведено, поэтому примерно, хотелось сказать, понимаю движение цены. Но сейчас вижу, как цена стремительно уходит вниз. В общем, какая суть? Если вы еще не видели первую часть разгона, я начала со 104 долларов. И просто пытаюсь ва-банками ловить плюсы. То есть у меня в первой части было два плюса. После этих двух плюсов я решила, что дальше выведу это все в отдельную часть видосика. И сейчас моя задача либо поймать 2-3-4 там плюса, либо слить депозит. Но вот судя по тому, как у нас идет сейчас эта сделка, вот сейчас надежда хотя бы появляется, это все достаточно опасно. Вообще сегодня у нас вышел нонфарм. А нонфарм, как вы знаете, это самая сильная новость месяца. Выходит каждую первую пятницу месяца. И даже несмотря на этот нонфарм, с учетом того, что я весь день сегодня торгую, я понимаю, что достаточно, достаточно прогнозируемый рынок. То есть мы сегодня с командой торговали, сколько я там 632 доллара за 15 минут при команде работала. То есть я дала эти сигналы, люди копировали эти сигналы, и все у нас идеально круто зашло. Я сегодня под нонфарму торговала там, было тяжеловато, потому что у нас новость сегодня не совсем отработалась, и пришлось прям импровизировать на ходу. Я сегодня еще разгончик один замутила, просто одну сделочку ва-банком на 3000 долларов открыла. Половила еще какие-то сделки. То есть в целом, в целом, сегодняшним результатом и сегодняшним профитом я прям сильно довольна. Поэтому, если там каждый месяц, раз в месяц так удачно торговать, то можно вообще не работать и не задумываться о чем-либо. Хотя не, задумываться надо. Я вообще не понимаю. Вот сейчас смотрю, у меня просто глаз радуется. Сегодня вот достаточно много сделок уже было, которые вначале таки идут не в мою сторону. И хоть еще и две минуты остается, но я думаю, что результат меня порадует. Короче, пока сидим, молчим, ждем сделочку. Я вам рекомендую перейти по ссылочке в описании, подписаться на мой телеграм-канал, потому что я стараюсь там писать какую-то ненужную фигню. На самом деле провожу достаточно часто всякие акции, конкурсы, философствую. Если вам интересна философия, не только там какие-то стратегии, то you are welcome. Еще, возможно, сейчас буду там один-два сигнала в открытый доступ просто выкидывать, чтобы вы понимали, что такое моя команда. То есть как я даю сигналы людям в закрытой группе и, может быть, буду давать там один сигнал, два сигнала в день в открытой группе, чтобы человек понимал, надо ему идти ко мне в команду или не надо. Но хотя сигнал – это не главное преимущество. Главное преимущество – это то, что я пополняю ваши депозиты суммой до 10 тысяч долларов, вся информация в телеге, там, в боте и так далее. И обучение. То есть моя цель, чтобы вы научились классно торговать, торговали на мои деньги, отдавали мне 30% с дохода. Просто за то, что вы торгуете моими деньгами. Классно, классно, цена движется вообще. Короче, ладно, просто на телегу подписывайтесь, может быть, вам там открытые хотя бы сигналы помогут или просто выложу какую-нибудь статью, она вам что-то подскажет. Я не только про заработок там на трейдинге вещаю. У меня также источники дохода – это инфобизнес, продажи курсов, также я зарабатываю на партнерской программе «Арбитраж трафика». Поэтому в целом, если интересен заработок в интернете, то почему бы нет. Первая сделочка у нас зашла в плюс. Я думаю, что сейчас парочку минут я посижу, понаблюдаю за тем, как будет двигаться цена. И будем заходить с вами еще вверх. У нас здесь, смотрите, какой уровень сопротивления, и цена вышла за пределы. Я думаю, что ближайшие, наверное, пару минут она будет наверху у нас. Диагональ вот можно чуть-чуть сдвинуть, по теням провести, не по телам свечей. Блин, если сдвинуть диагональ вот эту вот, то цена у нас все равно уже за пределами. Короче, ладно, я на самом деле сейчас, мне кажется, дико лоханулась. Я просто отошла вот на три минуты буквально. Чай попить, возвращаюсь, цена уже у уровня. И я сходу, так, надо сходу записывать, сходу, короче, открывать сделочку. И как бы по здравому смыслу я должна была сейчас открыться на понижение. Это третье касание уровня сопротивления. По факту я не понимаю, зачем я, что я сейчас сделала. Просто, знаете, иногда подсознание, это вот обычные рулетки работают. Я сижу за рулеткой, подсознание такое, кинь на пять. О, классно. Кинь там на пять. Я кидаю на пять, выпадает пять. И сейчас у меня тоже подсознание такое, три минуты наверх, три минуты, цена будет наверху. Я недавно так на три олына на префлопе в покере ответила тоже. У меня подсознание такое, олын, олын. Троих выбила, баунти получила 300 долларов. Что за такое? Я так классно сегодня торговала. И вот эти вот качели какие-то. Практически все сделки этого разгона, это какие-то эмоциональные качели, где я такая, вау, или уу, вау, уу. Ладно, на самом деле вы этого не видите, но я очень сильно нервничаю. Потому что со 100 долларов сделать 500 и потом по глупости просто слить не очень прям сильно хочется. Ну, все. Я хотела 2-3-4 сделки, но я считаю, что вот он тот момент, когда мне стоит остановиться. И может быть, я сейчас просто сразу сходу запишу вам видосик с правильной торговлей. Сливать этот деп мне уже не очень хочется. То есть уже такая приличная сумма. И с учетом того, что это разгон за час, сколько меньше, чем за час. Будет просто огломнейшей. Огломнейшей глупостью рисковать этим депозитом. Вот. Так что будет не 3 части там у этого видосика, а всего лишь 2. И вот с таким, к счастью, положительным исходом. Но опять же, не повторяйте этих действий. То есть это очень высокорисково. Нельзя торговать олынами, нельзя пытаться постоянно разгонять какие-то депозиты. Если вы хотите зарабатывать на бинарных опционах, то нужно подходить системно. То есть почему так открываетесь, на какую сумму, на каком минусе там тормозить и так далее и тому подобное. Это называется стратегия. Как только вы разработаете, это не так сложно. Себе стратегию, даже по той информации, которая есть в открытом доступе в интернете, вообще везде, на ютубе, в статьях, на всяких сайтах, вы можете действительно себе за несколько дней разработать крутецкую стратегию, которая будет вас потом кормить на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Вот. Так что, если хотите зарабатывать на бинарках, то это стратегия. Если хотите поиграться как в казино, то можете повторять просто действия, которые я показывала вот в этих двух видео. Типа в прошлом и в этом. Вот. В общем, ладно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока-пока.